Субтитры создавал DimaTorzok Вы должны молчать, как и музыка. Нет, мы не молчим. Я не разделяю мнение Аццерона. Чем громче стреляют пушки, тем громче должна быть музыка. Тем громче должен быть голос литературы. Тем громче и четче, яснее должны быть картины, концерты, театральные представления. Мы должны пушкам это противопоставить. Мы не можем предотвратить разрушения, которые наносят пушки. Но я была на стольких концертах, где российские артисты, музыканты играли украинский национальный гимн. Или пианист еврейского происхождения из России Игорь Левит. Он играл концерт Шостаковича, а вначале сыграл гимн Украины. Все встали и все плакали. И они получили силы. Поэтому, если пушки стреляют, тем громче, тем сильнее должна быть музыка. Силы искусства и культуры давать мужество, давать силы и противопоставить что-то разрушению. Я думаю, что культура — это невероятно важная сила. И она же дает силы. Если бы это было не так, то Путин и его армия в Украине не стреляли бы по театрам, не стреляли бы по музеям, по библиотекам, по кино. Там сотни, сотни учреждений культуры, которые разрушены в Украине. И это происходит систематически. Почему обстреливается дом одной из известнейших художниц в Украине? Почему его поджигают? Они пытаются систематически разрушить культуру. Почему? Потому что это голос. Это голос суверенной свободной страны, на которую Путин и напал. А что может культура, когда стреляют в ушки? Культура может дать людям силу. Культура может дать людям мужество. Культура может показать, что такое Украина. Я постоянно слышу об украинских художниках и о русских художниках, которые живут или жили в Украине. Потому что они не могли больше творить и выступать в России. Они дарят нам свою музыку, литературу, спектакли, свой голос. Голос, который говорит, что цель Путина – размыть, растворить культурную идентичность и уничтожить ее. Идентичность – это культура. Идентичность нации – это культура. Общество и культура неразрывно связаны. Но, например, нашей немецкой культуре присуще то, что мы очень разнообразное общество. Пестрое, яркое общество. Общество, в котором живут люди с разными культурными кодами. Но вот что важно. Когда я была в Одессе, я все время слышала, что культура в этой войне – это выражение суверенитета Украины. И нападение на Украину, на суверенное государство – это агрессивная наступательная война. А еще это попытка с помощью атак на театры, библиотеки, музеи, концертные залы – это систематические атаки. Попытка уничтожить эти места, она может привести к уничтожению культурного суверенитета Украины. Вы знаете, я сам слышал, как президент Путин говорил. Русские и украинцы – это один народ. Это одна культура. Это как разделенная Германия когда-то. Nein. 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 Нет, 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 нет. Это лишь нынешняя попытка Путина. Он хочет, он хочет, чтобы Украина потеряла суверенитет. Эта страна не идеальна, но это демократическая страна. И я встречала и общалась со множеством людей, которые говорили, фраурот, мы сражаемся за свою свободу, за свою независимость, за нашу демократию. Мы хотим сделать нашу демократию сильнее. Мы боремся за то, чтобы весь мир увидел и понял, мы не Россия, мы Украина. Еще раз, с собственной литературой, собственной музыкой. И что я поняла в Одессе, Одесса была, возможно, самым российским городом Украины. Мэр считался русским. Все мне говорили, даже несмотря на то, что мы говорим по-русски, мы Украина. И это нападение – это атака на нас, как на суверенное государство. И именно поэтому эта попытка, как бы сказать, попытка Путина эту национальную идентичность, суверенность поставить под вопрос. И в итоге, ну это очевидно, полностью их уничтожить. Что вас больше всего удивило в Одессе? Вот удивило. Что вы не ожидали увидеть? Что меня поразило, так это то, что все говорили мне одно и то же. Мы – Украина. Мы – Украина. И с этой точки зрения Путин уже проиграл войну. Очевидным образом проиграл, что в Одессе, в этом русском городе, отлично понимают. И что меня поистине поражает, мы стояли перед огромной лестницей, лестницей в порту. И, конечно же, я вспомнила броненосец Потемкин и детскую коляску из фильма. Да вообще весь этот великий фильм Эйзенштейна. В Одессе мы были на киностудии, были в опере, были в филармонии, в библиотеке, национальной библиотеке. У них там пять миллионов книг. И я видела, как они боятся и как они волнуются, что именно на эти культурные богатства идет атака, что они будут разрушены. Что еще меня удивило, рядом с нашей гостиницей была статуя, монумент. Фигура очень элегантная, в цилиндре. И к ее подножию положили цветы. Я не сразу поняла, кто это, и спросила, а чей это памятник и кому цветы. Мне сказали, это Пушкин, у него день рождения. День рождения Пушкина. И там лежали цветы. И для меня это было очень важно. Это был хороший признак. Ведь идет разговор о культурном бойкоте. Вот некоторые оппоненты, скажем, в вашей точке зрения, начинают вовлекать того же Пушкина в это. Пушкин писал в том числе имперские стихи в поддержку империи. Антиукраинские, Полтава. Что делать с теми, кого уже нет? Что делать с этой культурой? Ну да, дискуссия за ужином у нас была с хорошим вином. Как теперь быть с Пушкиным? Но знаете ли, я против любого бойкота. И мы тоже ведем эту дискуссию. В Украине есть люди, которым очень больно слышать русскую речь. Они потеряли своих близких в Мариуполе. Из Мариуполя в Одессу бежали. Потеряли своих близких. Для них это больно, слышать русский язык. Я понимаю. Я немка. Я не могу сказать ничего против этого. Я понимаю эти травмы и эту чувствительность. Но. Если мы в Германии решим не играть Чайковского, Чайковский перевернется в гробу. Я точно знаю и точно говорю, что Путин не заберет у меня Антона Чехова. Я не хочу, чтобы он у меня забрал Горького. Я не дам ему великую русскую литературу. Не отдам ему. Не дам ему забрать ее у меня. Чтобы мы это больше не читали, чтобы мы не ставили пьесы, чтобы Чайковский, Римский Корсаков, Шостакович и так далее, чтобы мы их больше не играли. Нет, это неправильно. Но если речь идет о дирижере, как его там зовут, вот именно Гиргиев, это другое дело. Его он уже много лет назад в Грузии, например, выступал. Причем в тех частях Грузии, которые неправомерно оккупированы. Южная Осетия, Абхазия. В 2014 году он был пропагандистом. Активным пропагандистом агрессии Путина в Крыму. И он, он великий дирижер. Но он настоящий пропагандист. Он активно поддерживает политику Путина. И я могу понять, если город Мюнхен, а это город по братьям Киева, если Мюнхен говорит «нет». Нет, мы не хотим принимать пропагандиста, который тесно сотрудничает с Путиным. И, по-моему, это правильно. Неправильно это, если бургомистр на территории Северного Рейн-Вестфалии запрещает молодежному оркестру играть Чайковского. Это абсурд, это неправильно. И там были дебаты, и в конце концов молодым людям разрешили, конечно же, играть Чайковского. Ну, то есть разница есть. Есть искусство и культура, великая русская культура, которая признана во всем мире, естественно. Но нужно различать это и настоящих пропагандистов. Ну, а что касается Пушкина, роли Пушкина, об этом долго можно говорить. Можно ли сказать о том, что когда лет через 50, когда господина Гергиева с нами уже не будет, все забудут, что он был пропагандистом, как был пропагандистом Пушкин. Нет, нет. И будут говорить, великий режиссер 50 лет назад Не думаю, что так будет. Нет, не думаю, честное слово. Мы в Германии много думали о роли знаменитых дирижеров во времена национал-социализма. Я думаю, это правильно, что Берлинский филармонический оркестр, один из главных оркестров Германии и, наверное, один из самых значимых оркестров для всего мира, вот он много занимался собственной историей. В истории были дирижеры, которые были просто конформистами, попутчиками режима. Но были и такие, которые стали пропагандистами на службе Гитлера. И мы этого никогда не забудем. Я именно так понимаю культуру памяти. Мы продолжаем разбираться со своей историей. Мы помним. Но мы не замуровываем себя в своей истории. Мы помним, глядя в будущее. И я хочу сказать вам о том, что меня очень интересует. Я никогда не забуду о том, что национал-социалистический режим напал на Советский Союз. Сейчас мы все говорим, политика Путина – это настоящий кошмар. Это отвратительно и неприемлемо. Но я не забываю, что немцы совершали преступления на территории Советского Союза. Я со своим другом и коллегой была много лет назад в Петербурге, и мы там говорили о преступлениях нацистов в Ленинграде. В наших учебниках «История Германии» мы не так много об этом читаем. Но наша задача – помнить, чтобы преступления эти не повторялись. Вот что меня очень заинтересовало. Что происходит с немецкими художниками, которые по идеологическим причинам находились в Советском Союзе? Ну, как, например, Генрих Фогеллер, художник. Или которых преследовали как евреев в Германии, и поэтому они переехали в Советский Союз. Ну, например, актриса Карола Нейер и другие. Что произошло с ними в Советском Союзе? Какова была их судьба? Такие пламенные поклонники советской идеи, почему они так страшно погибли потом в лагерях? В частности, эта актриса, о которой мы говорили, ее убили сразу после нападения на Советский Союз. То есть я вместе со своими русскими друзьями, подругами пытаюсь отследить следы этих людей, пострадавших от сталинизма. Я вижу у вас на полке, ребята, Симона, покажите, Эрмитаж. И недавно директор Эрмитажа, господин Петровский, известный всем, и всему миру, сказал, что русская нация формировалась как имперская нация. И практически это нельзя изменить. Я так его понял. Вы согласны? Я не знаю точно, что он сказал, но при слове «империя» у меня по коже идут мурашки. Почему? Потому что это притязание на восстановление огромной империи. Это меня беспокоит и пугает. И тогда я понимаю, почему люди в Украине говорят «мы не имеем отношения к этой империи, мы самостоятельная демократия». И вот моя подруга Маша Колесникова, которая вышла на улицу очень мужественно, с другими прекрасными и смелыми женщинами, они вышли за демократическую Беларусь. И сказали «мы не хотим быть частью этой империи, не хотим быть частью этого представления Владимира Путина об империи, мы хотим независимости и свободы, хотим демократии». Но, к сожалению, Маша Колесникова и ее требования, которые для меня являются совершенно понятными и естественными, свобода мнений, свобода собраний, она получила страшное наказание. Она и сотни других демократов в Беларуси. А вот это видение, вот это восстановление империи, которое давно развалилось, эти притязания идут гораздо дальше, чем нападение на Украину. гораздо дальше. И это меня очень беспокоит. Когда-то, госпожа министр, империи считались благом, они считали благом. Они несли цивилизацию. Вы знаете эти дискуссии, бремя белого человека. Мы несем, как говорили французские, британские, немецкие и русские, мы несем культуру, мы несем цивилизацию. Мы несем образование, мы несем лекарства. Что изменилось? Ну что ж, если господин Путин стоит во главе империи, то я не вижу ничего хорошего, что он может принести. Как обстоят дела со свободой прессы в России? Ее больше нет. Почему русские журналисты бегут из страны? Почему русских журналистов арестовывают, осуждают и посылают в лагеря? Где независимая пресса? Если я посмотрю на то, как выглядит ответ на этот страшный террористический акт, худший в Европе со времен Второй мировой войны, а мы всюду видим следы национал-социализма и их преступлений, и вот ответ мирового сообщества, он очень сплоченный. Права человека и достоинства человека неприкосновенные. Это устав, первый параграф устава ООН. Хартия прав человека. Свободы прессы, право на равноправие, социальные права. Так что никому не нужна доминирующая империя. Ни в коем случае нельзя арестовывать людей, которые выступают за права. Нельзя так обходиться с журналистами, как с Анной Политковской. Мужественная женщина, которая заплатила своей жизнью. Нельзя, чтобы люди с негетеросексуальной ориентацией, чтобы они за это платили тюремными сроками. Репрессии Путина и его режима оставляют людям все меньше воздуха. Демонстрации защитников окружающей среды тоже подавляются. Это не несет ничего хорошего. Это противоположность тому, ради чего мы все живем в этом мире. Права человека универсальны и неотъемлемы. Мы живем в эпоху, когда идет борьба между демократией и автократией. И Путин, то, что он делает в России, репрессии, подавление свобод, его агрессивная война, его милитаристская политика, его союзники, он берет в союзники других диктаторов, таких, как Лукашенко. Это все противоположность тому, чем хотело бы быть мировое сообщество. Вы не только Клаудио, министр культуры, но и министр медиа. Вы затронули вопрос о свободе слова. Я вчера говорил с чешским министром иностранных дел, который председательствует в Евросоюзе теперь. Я вам задам тот же вопрос, который я задал ему. Я не получил ответ. Как отличить пропаганду от свободы слова? Можно ли запрещать пропагандистские СМИ, или можно каждой медиа объявить пропагандистским? Или все-таки свобода слова важнее, чем пропаганда? У нас была дискуссия в Европейском Союзе, как быть с российскими СМИ, с Russia Today, спутник. Для меня свобода прессы, свобода слова, у них есть критерии. И это независимость, дистанция от государства, правдивость и качество. Russia Today и спутник, они не выполняют ни одного из этих критериев. Они верны государству. Они абсолютно зависимы. И это в чистом виде пропаганда. Потому что можно доказать, и доказано много раз, они лгут, они распространяют теории заговора, они занимаются промыванием мозгов. Для меня они не являются, ну, не вписываются в рамки того, чем занимается пресса. Это совсем другое. Поэтому мы в Германии согласились, мы присоединились. Была дискуссия большая среди стран ЕС. Другие члены ЕС хотели идти еще дальше в этом. Свобода прессы очень высокая ценность для нас. Но есть критерии. Близость к государству. Это не должна быть государственная пропаганда. Свобода прессы заканчивается там, где начинаются интересы государства. Если государство определяет, что является информацией, если государство определяет, что должно быть в медиа, то нет независимости. Поэтому я не против российских СМИ, не против российских репортажей. Наоборот, мы активно помогаем всем СМИ в изгнании. Помогаем, чтобы они могли работать. Предоставили им миллионы евро. В этом участвуют фонды, такие как «Репортеры без границ», чтобы возникала новая инфраструктура, в которой российские журналисты и журналистки могут заниматься своей работой и сообщать новости. Но пропаганда, систематическая дезинформация, путинизм, есть, например, трампизм. Трамп тоже использовал свою власть для того, чтобы проводить медийную политику. Fox News, конечно же, это полное слияние с государством. И Трамп занимался дезинформацией, манипулировал общественным мнением, распространял ненависть. И мы видели, чем это кончилось 6 января. Штурм Капитолия был вдохновлен именно пропагандой. Ваш ответ сразу вызвал три вопроса, дополнительных. Попробую не забыть. вопрос первый. Что меня смущает в этой истории? Хотя мою радиостанцию как раз закрыло российское правительство. Говоря о том, что я пропагандирую западные ценности. Тоже пропаганда западных ценностей. Но вопрос в другом. Почему не судебная процедура? Я всегда говорил, закрывайте, но по суду дайте мне возможность объяснить. Получается, что Евросоюз закрывает пропагандистские СМИ не в судебной процедуре. Просто. Мы знаем историю с Трампом, когда Твиттер выбросил президента действующего США, закрыл его аккаунт с 50 миллионами подписчиков вне судебной процедуры. Вот в этой истории я вижу, что государство Евросоюза, Российское, Соединенные Штаты вне суда применяют вот это правило. Ты пропагандист, это я решил. Ты пропагандист, до свидания. Это ранит. Я помню еще по Турции. У меня друзья, журналисты, очень известные журналисты, ну, есть или были в Турции, они оказались в тюрьме или как ваш коллега в Берлине. Он работает с Берлина и вещает на Турцию. Но, конечно же, если Путин вам говорит, вы больше не можете работать, вы занимаетесь пропагандой, то тогда коллеги из Дождя вот то же самое пережили. Их просто закрыли. И все. Я помню, что у нас было интервью, а на следующую ночь закрыли, на следующий день. Это не похоже на правовое государство, конечно. Это не юстиция. Вы правы, говоря, что у вас не было возможности защищаться. В США это не так. Там огромная разница. Но в Турции так же. Там журналисты попали в тюрьму за репортаж критический по отношению к президенту. И сейчас в Турции положение журналистов еще ухудшилось. Продолжает ухудшаться. Там правительство определяет, что хорошо, что плохо. В Германии, в моей стране, в нашей истории мы знаем, как пропаганда стала орудием национал-социализма. Это промывание мозгов и гляйшальтунг, когда вся информация идет из одного центра. Исключение любой оппозиции и любого другого мнения, кроме официально признанного. Поэтому независимость СМИ от государства это для нас важнейший критерий. Россия ввела государственную цензуру. Турция ввела государственную цензуру. Китай государственная цензура. Антидемократические страны ввели государственную цензуру. В США в случае с Трампом это не государственная цензура. Но есть, как у нас в Германии, ответственность Твиттера, Гугла, всех их. У них есть ответственность. У нас в Германии есть закон об ответственности платформы. Если распространяются ложь, ненависть, сексуализированное насилие через эти каналы, через эти медийные площадки. Если они там распространяются, то ответственность несет сама платформа. И это, по-моему, огромная разница. В США же действительно очень долго, много лет терпели, допускали, что Трамп делал все, что угодно. Распространял совершенно абсурдную информацию и ложь. И сегодня наше общество по-прежнему продолжает страдать от этого огромного разделения внутри американского сообщества. Там все еще огромное количество поклонников Трампа, которые бы наверняка его выбрали снова. И я считаю правильно, что Твиттер отреагировал, потому что иначе должны были быть какие-то другие санкции. И у нас Европейский Союз тоже пытается что-то противопоставить этому и продвинуть ответственность в отношении лжи, хейт-спичи и систематической дезинформации. Мне кажется, это важно и это правильно. Но это не может быть новой властью Твиттера, Фейсбука, Ютьюба, когда корпорация будет говорить, ты лжешь, и 50 миллионов твоих слушателей тебя больше не услышат. Вне суда, это не новые угрозы 21 века. Вы совершенно правы, мы тоже об этом думаем. Твиттер и Фейсбук, если они вдруг берут и стирают произведения искусства, обнаженное тело, например, они говорят, это сексизм. Но вот чего они не стирают, так это действительно сексистские высказывания против женщин. То есть ответственность несут платформы. Но, конечно, должна быть независимая инстанция, которой мы доверяем, и которая может проверять и говорить. Вот это ложь, потому что это культура и искусство. А это действительно насилие, сексизм, разжигание ненависти и так далее. Конечно, она может сказать, что и Земля плоская. Может быть, это правда? Ну, можно распространять любые глупости. Но если речь идет о ненависти, о разжигании ненависти, о расизме и преследовании меньшинств или ненависти по отношению к женщинам, здесь я могу только сказать, сначала, собственно, факты, а уже потом формы. Если мы чему-то научились из нашей истории, немецкой истории, истории национал-социализма, а это часть моей биографии, я родилась в 1955 году, мне, так сказать, не повезло в том смысле, что я родилась поздно. Немецкая вина – это часть моей биографии. И у нас очень есть хорошие исследования, анализы. Виктор Клемперер, он пережил Холокост и вот где-то в 1946-1947 году опубликовал книгу «Язык Третьего Рейха». И он там показывает, как язык делает возможным, что люди просто расчеловечиваются, люди лишаются своих прав. Вот что важно. И эта история учит обходиться с пропагандой. Мой друг Владимир Каменер говорит, что это страшное оружие. Очень страшное. Он говорит об этом как писатель. Он говорит, это более опасное оружие, чем атомная бомба. Самое опасное оружие – это пропаганда в руках Путина. И мне кажется, он прав. Это очень опасное оружие. Если вы мне позволите, я скажу вам, что меня и вправду волнует. Как может быть такое, что Путин все еще политик после нападения на независимую страну? Военное нападение, военная агрессия, убийство детей и женщин, безграничное насилие, разрушение городов, таких как Мариуполь. Мои друзья, такие как Сергей Жадан, музыканты в Харькове, они боятся за свою жизнь. Почему столько людей в России все еще поддерживают эту политику? Если посмотреть фотографии из Бучи, если посмотреть разрушение в Бабьем Яру, там, где была совершена страшная резня нацистами, когда я вижу, что минора, большая минора в Харькове разрушена, а президент Украины – евреи, но почему, почему так много людей в России поддерживают такую политику? Я уверена, что оружие пропаганды отвечает за это. Не только, но в том числе. Это война Путина, да, но не только. Это не только война Путина. Есть мужественные люди в России. Мои друзья из Мемориала, например. В начале войны мы видели, и мы показывали это у себя по телевидению, они вышли на улицы за мир. И что происходит? Старая женщина-партизанка в Петербурге, бывшая партизанка, она боролась с нацистами. И вот она говорит, что она против войны. И ее арестовывают. Ее арестовывают, как врага российского президента. Но как? Как это? Что там происходит? Какую власть имеет пропаганда? И поэтому Владимир Каменер прав. Это страшное оружие. И мы, демократии, мы должны что-то этому противопоставить. Мы пытаемся. Пытаемся выстроить инфраструктуру для журналистов. Таких, как вы. Как ваши коллеги. Как Дождь и все остальные. Чтобы вы могли продолжать вашу работу здесь, у нас. И как-то достигать ушей российских граждан. Последний вопрос. Вы сказали одну очень важную фразу. Я не могу мимо нее пройти. Вы родились через 10 лет после конца Великой войны. Как и я. Когда? В каком месяце? Декабрь. Декабрь. Я старше на пару месяцев. И вы говорите, что эта война – часть вашей биографии. Которую вы не видели. Значит ли это, что те россияне, российские граждане, которые родятся через 20 лет, 30 лет, то, что сейчас происходит с Украиной, между Россией и Украиной, это будет часть их биографии? Да. Я думаю, что это очень важно. Не только заниматься собственной историей, но принимать ее как часть собственной биографии, личной биографии. Так ее нужно понимать. И из этого извлекать выводы. Мои родители очень страдали. Нет, скажем так, мои родители, их мечты были разрушены нацистами. Они хотели заниматься искусством. Мой отец хотел быть певцом. Он любил музыку. Хотел быть певцом. А мама хотела учиться в Академии художеств и быть дизайнером внутренних интерьеров. Отцу удалось побывать во Франции, но солдатам, а не студентам. Страну своей мечты он увидел как солдат. Это всю жизнь его преследовало. Ему было очень больно от этого. А мама так и не училась в Академии художеств. Ей сказали, либо учительницей, либо медсестрой на войну. И оба много говорили об асфенцами, о войне, о миллионах потерянных жизней, об этой кошмарной идеологии национал-социализма. И отсюда мы брали силы для демократии, силы бороться за демократию. Я в качестве министра отвечаю за культуру памяти. И нам, как немцам, есть чем заняться. Мы занимаемся историей национал-социализма, историей разделенной Германии, историей ГДР и того, какой там был режим. Но и немецким колониализмом тоже. Это мы еще едва начали. Не только же французы, британцы и испанцы колонизировали. И немцы тоже там были. Колонизировали несправедливо. Культура памяти — это и то, что происходит с людьми, которые приехали к нам в Германию из Турции. Их до сих пор преследуют правые радикалы. Нападение на синагогу в Хале или убийство молодых мигрантов — это тоже часть нашей современной истории. Мы живем с этими воспоминаниями. Мы работаем с ними. Это очень помогает нам быть сильной демократией. Мы ее выстраиваем, мы ее защищаем, и мы берем на себя ответственность за нее. И если вы меня спрашиваете, да, эта преступная война против Украины, она станет частью памяти российского народа и частью культуры памяти. И я очень надеюсь, очень-очень надеюсь, что в ближайшие годы, ну, вы сказали, через 10-20 лет, может быть, тогда в России найдутся люди, которые увидят неправедность этой войны. Что это страшно несправедливое дело. Что миллионы людей обращены в бегство, а тысячи убиты. Разрушены в том числе учреждения культуры. Все это через 10-20 лет в России многие люди увидят, поймут и сделают выводы, чтобы это никогда не повторилось. Спасибо большое, госпожа министра.